принимают не так, как я хотела бы. Здесь как раз тот случай, когда идёт считывание внутреннего имиджа, то есть вашего представления о себе, вашего внутреннего представления о себе. Даже если вы одеты безупречно, но внутри себя ощущаете неуверенность, то именно эту неуверенность считывают окружающие вас люди. И именно эта неуверенность проявляется в вашей походке, в ваших жестах, в ваших манерах. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым женщины чаще всего обращаются к нашим специалистам в имидж-центр. В первую очередь к нам обращаются женщины, которые хотят выглядеть более привлекательно и моложе. Другие обращаются к нам, чтобы найти свой индивидуальный неповторимый стиль. Кто-то желает выглядеть более стильно и презентабельно. Кого-то привело желание продвинуться по карьерной лестнице. Бывает, что у женщины нет времени на создание собственного имиджа. Причиной прихода к нам может быть и поиск новой работы. Всем известна народная мудрость. Встречают по одежке. Иногда к нам приходят те, кто не знает, что делать со своим внешним видом. А иногда к нам приходят просто из любопытства. Итак, рассмотрим два примера. К нашим специалистам в имидж-центр обратились две женщины. Татьяна и Людмила. Татьяна только что назначенная на должность финансового директора. Деловая женщина. Людмила художник. Занимается каллиграфией, интересуется астрологией, нумерологией, фэн-шуем. Творческая индивидуальность. Давайте спросим у наших женщин, что их заставило обратиться к нам в имидж-центр. Много лет я проработала в госструктуре, а несколько лет назад я занялась живописью. И мой образ жизни и статус изменились. У меня появилось желание изменить свой внешний вид, привести его в соответствие с теперешним, в общем-то, моим каким-то внутренним миром. Ну и изменить стереотипы, которые выработали. То есть ношение одежды, макияжа, прически. Спасибо. Здесь как раз налицо формирование нового имиджа, где есть необходимость гармонизации внутреннего и внешнего образов. А теперь давайте спросим у Татьяны, что же ее привело к нам в имидж-центр. Я работала главным бухгалтером. Недавно получила повышение. Меня назначили финансовым директором. Мне хотелось бы поменять внешний вид. Хотелось бы соответствовать этой должности. Чего вы ожидаете? Мне бы хотелось выглядеть более респектабельно. Скажите, пожалуйста, нынешний ваш имидж вас не устраивает? Мне кажется, что он не совсем соответствует должности финансового директора. Спасибо большое. А в этом случае мотивом для формирования нового имиджа является желание выглядеть более респектабельно и соответствовать своему новому социальному статусу. Людмила хочет сгармонизировать свой внешний облик с внутренними мирами. Татьяна хочет подкорректировать свой деловой облик, чтобы ее воспринимали как деловую женщину. И сейчас к работе приступают специалисты нашего центра. Сейчас я вам расскажу, какие существуют основные классификации природных колоритов. Первая классификация – это 4 природных колорита. Весна, зима, лето, осень. Вторая классификация – это смешанные типажи, более углубленные. Сегодня мы с вами будем изучать первую, основную, более простую для вашего понимания классификацию. Существует два понятия цвета. Первое – это цвет как таковой. И второе – это психология цвета. То, как вы воспринимаете цвет, как вы его чувствуете и ощущаете. Цвет имеет два направления. Это теплый и холодный. Практически каждый цвет имеет либо теплый оттенок, либо холодный. Как отличить теплый цвет от холодного? Существует основное правило отличия теплого цвета от холодного. В теплый добавлен некий оттенок желтого, именно теплого, желток. В холодный оттенок добавлен – это синий. Синий цвет. Вы можете взять краски гуашь и дома потренироваться, поиграть в такую игру. Берете цвет из баночки и раскладываете на две палитры. В одну добавляете желтый цвет желток, в другую – синий. Таким образом, вы научитесь отличать теплый цвет от холодного. Эти знания нам, соответственно, дальше пригодятся в определении оттенков. И основа цветовых рекомендаций – это теория времен года. Теплые – это весна. Холодные – лето. Теплая – осень и холодная – зима. То, что лежит в основе гармонии природы, формирует и наш цветовой тип. Это пигменты нашего тела, оттенки кожи, глаз и волос. Теплая – это весна. Сейчас мы с вами приступаем к самой интересной части. Мы с вами будем изучать на практике, что такое природный колорит, как он определяется и как необходимо подбирать свои лучшие оттенки. Существуют такие ткани. Мы их называем тестовые ткани, с помощью которых сейчас первый этап мы будем с вами проходить. Это каким образом определить, к какому направлению вы относитесь, к теплому или к холодному. Для этого вам нужно будет либо шарфики, либо платочки, либо небольшие куски тканей, которые вы будете прикладывать близко к своему лицу. Вы можете учиться сидеть перед зеркалом вдвоем с подругой работать, либо одна. Берете зеркало, ставите его на подоконник. Вам необходимо дневное освещение. Это очень важный момент, который необходимо учитывать. Помимо этого, вы, соответственно, работаете без макияжа и убираете свои волосы, завязываете в хвост, для того, чтобы они не искажали общее впечатление. Значит, необходимо также определить три основных компонента. Это цвет ваших волос, причем природных, не окрашенных, оттенок кожи и оттенок цвет глаз. Это будет необходимо для определения вашего цветотипа. Значит, вы смотрите, соответственно, какой у вас цвет волос. Записываете на свой листочек, определяете, какая пигментация в ваших волосах. Теплая или холодная? Теплая вы уже знаете, да? Это желтизна некая, даже если у вас седые волосы. Холодная – это серебристый оттенок. Даже, опять же, это если седина. Седина бывает тоже и теплый, и холодный. После этого вы смотрите, какой оттенок кожи. Это даже если у вас загар, вы загорали в солярии, оттенок может быть либо с теплой пигментацией, с некой желтизной, с золотом, либо с холодной пигментацией – это серо-желтый оттенок. После этого вы определяете цвет своих глаз. Смотрите, какой у вас цвет, да, и какого пигмента там больше – теплого или холодного. Вот в данном конкретном случае у нас модель, да, волосы седые. Основной, как бы, тон у нас холодный, с небольшим количеством пигмента. Тон кожи у нас серо-желтоватый. В некоторых участках есть желтоватый оттенок, в основе больше, как бы, холодного такого серого оттенка. И, соответственно, цвет глаз у нас серо-голубоватый оттенок. Цвет глаз у нас именно холодный. Волосы у нас и теплые, и холодные. Кожа у нас по большей части холодная, хотя теплая пигментация тоже есть. И глаза у нас стопроцентно холодные. Теперь мы с вами будем прикладывать тестовые ткани, для того, чтобы посмотреть, какие оттенки – теплые или холодные – больше всего подходят нашей модели. Для этого мы берем ткань и прикладываем к лицу. Почему к лицу? Люди воспринимают нас как некий наш образ. И первое впечатление обращают на лицо. То есть смотрят на нас, на наше лицо. И в зависимости от того, существует ли гармония между вашей одеждой, оттенком волос, макияжем и природным вашим колоритом, вас будут воспринимать более позитивно или, скажем, более негативно. Вы можете выглядеть более эффектно, либо болезненно, более стильно, более дорого или старше, скажем так, опять же, более болезненно, скажем так, общим словом, так хуже будете выглядеть. Вот в данном случае мы смотрим на модели. Предлагаю вам посмотреть сначала на теплый оттенок, как он к лицу нашей модели. Теперь мы смотрим, как влияет холодный оттенок на внешний вид нашей модели. Как она выглядит? Обращаем внимание на цвет кожи на ровность, уходят ли морщины. Это все визуально, то есть, безусловно, морщины остаются, но визуально вы смотрите, насколько эффектнее становится с тем или иным оттенком лицо нашей модели. Смотрим на выразительность глаз и на контур лица. Теперь меняем в обратном порядке. Обратите внимание, в данном конкретном случае Людмиле больше подходит не теплый оттенок. Что мы здесь видим? Контур лица немножко расплывчатый, наблюдается некая небольшая припохлость. С данной тканью, да, с бежевым оттенком, с персиковым, лицо как бы сливается, то есть ее фактически здесь нет, не видно. Она становится ровной. Обратите внимание, как выглядит при холодном оттенке. Лицо становится более выразительно, более четко, даже без макияжа. Контур подтягивается. Обратите внимание, глаза более ярко выражены, светятся. Мы можем с вами посмотреть и на разницу. На разницу двух цветов. Обратите внимание, как лицо разделилось на две половинки. С этой стороны лицо более стильное. Мало уже выглядит. С правой стороны выглядит старше и более как бы болезненный вид. То есть мы делаем вывод. Из данных двух оттенков Людмиле больше подходит холодный розовый оттенок. Теперь возьмем два зеленых оттенка. Опять же, теплый и холодный. Вот это оттенок теплый зеленый, это оттенок холодный зеленый. Начнем с теплого зеленого оттенка. Посмотрим, как этот цвет влияет на внешний вид нашей модели. Обратите внимание, да? Опять же, на кожу мы смотрим. Естественно, на общее впечатление. На цвет кожи. На оттенок губ. И на интенсивность цвета глаз. Посмотрели. Замечательно. Теперь меняем. Подносим холодный зеленый оттенок. Посмотрите на Людмилу. Посмотрите, как контур лица подтягивается. Опять же, да? Цвет становится более ровным и лицо более выразительно. Глаза светятся. И по сравнению с теплым оттенком губы чуть-чуть приобрели розоватый оттеночек. Чуть-чуть. Посмотрели. Теперь мы с вами поменяем местами и посмотрим на разницу. два зеленых оттенка, теплый и холодный. Мы видим, что со стороны холодного сине-зеленого оттенка у нашей модели более свежий вид лица. Со стороны теплого зеленого оттенка общее впечатление, скажем так, более болезненно. Глаз чуть-чуть приопущен. Соответственно, мы делаем вывод такой окончательный, да, чтобы больше, пока из двух наших пробных вариантов больше подходит холодный оттенок. Теперь мы с вами возьмем еще одну пару. Это желтый желток. Посмотрим, как этот цвет влияет на внешний вид. Подходит он нашей модели. Или не подходит. Обратите внимание, как она в нем выглядит. Теперь поменяем на холодный лимонный желтый цвет. Возможно, ни тот, ни другой цвет ей не подходит. Но наша задача выбрать один из двух. Либо теплый, либо холодный. Теперь мы с вами посмотрим на разницу. Обратите внимание, мы сейчас с вами сравниваем два желтых оттенка. Желтый теплый и желтый холодный лимонный. Посмотрите, что мы видим с вами со стороны теплого желтого оттенка. Этот оттенок дает желтизну на лицо. Некую болезненную желтизну. Подчеркивает возраст. Со стороны холодного оттенка лицо выглядит более светлым, несколько свежее. Сейчас мы с вами посмотрим еще одну пару. Теплый коричневый оттенок и холодный горький шоколад. Здесь мы сначала смотрим с вами по одному. Обратите внимание на теплый коричневый оттенок. Как он смотрится в контексте нашей модели. Теперь посмотрим с вами горький шоколад. Холодный коричневый. Сейчас мы с вами посмотрим на разницу. Какой же из этих двух больше подойдет нашей модели. Обратите внимание, со стороны теплого оттенка глаза выглядят более тускло, безжизненно и общее впечатление такое какое-то неживое лицо. Со стороны холодного оттенка цвет глаз более яркий, более интенсивный и общее впечатление стильное. Мы делаем вывод. В данном конкретном случае, исходя как бы из пары коричневых оттенков, мы с вами выбираем все-таки холодный оттенок. Он больше к лицу нашей модели. И последнюю пару, которую мы с вами посмотрим на разницу теплого и холодного, это насыщенные яркие цвета, розовый, холодный оттенок, и насыщенный цвет оранжевый, теплый оттенок. Начнем с вами с холодного. Смотрим общее впечатление, как влияет этот цвет на внешний вид нашей модели. Посмотрели. Замечательно. Теперь смотрим оранжевый. посмотрели прекрасно. И последний завершающий этап мы смотрим с вами на разницу теплого и холодного. Обратите внимание на две пары, теплый оранжевый и холодный розовый оттенок. Со стороны холодного розового оттенка у Людмилы общее впечатление, она выглядит как бы моложе, более стильной, хотя далеко это не ее лучший цвет. Для Людмилы он яркий, давлеющий, насыщенный. гармонии здесь как бы полной нету. Но в сравнении с теплым оттенком рыжий, в сравнении вот с холодным розовым, рыжий выглядит хуже, значительно хуже. Он подчеркивает возраст Людмилы, соответственно видны морщины, поэтому мы с вами выбираем холодный розовый цвет. Сейчас мы с вами определим, к какому типажу у нас относится Людмила к холодному зимнему или к холодному летнему. Для этого мы возьмем две пары, две пары розового холодного оттенка. Более интенсивный насыщенный зимний оттенок или более менее интенсивный менее насыщенный розовый оттенок. И посмотрим, при каком розовом цвете Людмила выглядит более гармонично Смотрим на разницу. Обратите внимание, со стороны зимнего оттенка у Людмилы меньше гармонии. Больше обращаем внимание на цвет одежды, нежели на лицо Людмилы. Со стороны менее насыщенного розового оттенка, с правой стороны, здесь мы видим больше гармонии в лице. Соответственно, при общении мы обращаем внимание на человека, на женщину, нежели на цвет одежды. Для чего мы выбираем лучший цвет? Для того, чтобы создать полную гармонию образа, чтобы разговаривая с вами, собеседник обращал на вас, на ваше лицо, а не на вашу одежду. Сделаем вывод. Из двух розовых оттенков мы выбираем менее насыщенный летний оттенок. И проведем еще с вами один эксперимент. Возьмем два голубых холодных цвета. Посмотрим так же на разницу. Обратите внимание, со стороны светлого голубого оттенка без макияжа Людмила смотрится гармонично, нежный образ, более молодой. Со стороны более насыщенного синего оттенка Людмила смотрится скажем так несколько старше. Однако данный цвет она может использовать при использовании цветовой палитры макияжа. То есть это не самый подходящий цвет, но его можно использовать все-таки, если у вас есть на лице макияж. Без макияжа лучше всего подходит вот этот цвет. Таким образом мы с вами посмотрели несколько вариантов цветов подходящих и неподходящих для Людмилы. Мы можем с вами сделать вывод, что Людмила относится к летнему типажу, где краски природы, краски человека менее насыщенные, чем зимние, яркие, насыщенные, четкие, чистые цвета. А теперь мы посмотрим с вами как выглядит на Людмиле черный и белый цвет. Обратите внимание, белый цвет Людмиле не подходит. Она выглядит в нем очень светло. Она вообще пропадает. Ее лицо пропадает при белом освещении. Соответственно, взгляд падает исключительно на одежду. И мы не видим лицо Людмилы совсем. А наша задача, опять же повторюсь, видеть человека, обратить внимание на человека, на женщину. Давайте тогда на разницу еще раз убедимся с бледно-розовым цветом, где у нас больше гармония у Людмилы. Ну, как вы видите, безусловно, со стороны розового цвета она выглядит более гармонично. Отлично. теперь мы с вами посмотрим черный цвет. Идет ли Людмиле черный цвет? я думаю, кто-то скажет, что да. На самом деле, обратите внимание, насколько траурный вид нашей модели в черном цвете. Она выглядит абсолютно дисгармонично. Черный цвет подчеркивает возраст Людмилы. Он ее старит. и давайте в сравнении с черным посмотрим темно, такой же темный цвет, но коричневый. Обратите внимание, коричневый холодный цвет молодит в сравнении с черным Людмилу. она выглядит мало уже. Соответственно, обращаем внимание, когда разговариваем с Людмилой мы смотрим не на ее одежду, а обращаем внимание на общий вид. То есть обращаем внимание на лицо Людмилы. Замечательно. Таким образом, черный и белый цвета Людмиле не подходят. не ее цвета. Теперь на разницу мы посмотрим еще одну нашу. Модель это Татьяна. Сейчас мы посмотрим, какие оттенки тканей Татьяны больше к лицу. Но для начала мы с вами опять определим природный цвет волос, природный оттенок кожи и глаз. То есть рассмотрим три основных компонента, которые влияют на природный колорит человека. Значит, природные волосы у Татьяны темно-русые. Вот тут чуть-чуть заметно это корешочки. Вот. Остальные как бы волосы они окрашены краской. Дальше смотрим основной тон кожи. У Татьяны есть теплая пигментация коричневатая, есть небольшое количество холодной пигментации под глазами, вот, и есть красные участки кожи. То есть кожа у нее и теплая и холодная. смотрим глаза. Глаза у Татьяны 100% теплая, то есть у нее светло-карий оттенок глаз. Делаем вывод. Волосы у нас природные Татьяны 100% холодные, глаза теплые, кожа тепло-холодная. Теперь мы будем определять, в каком направлении Татьяна больше будет относиться к теплому или холодному. Здесь точно такая же у нас будет с вами работа. Для начала мы будем прикладывать теплый оттенок, в данном случае это персиковый, и смотрим, как этот цвет влияет на внешний вид Татьяны. Обратите внимание, что мы здесь видим. Цвет кожи становится у нас несколько желтоватый, то есть вылезают желтые участки и очень хорошо заметно здесь розовое. Губы бледные, оттенок достаточно бледный и глаза ненасыщенного оттенка. Посмотрели. Теперь мы с вами на разницу посмотрим, как будет влиять розовый цвет на внешний вид Татьяны. По сравнению с теплым персиковым розовый выглядит несколько лучше. Что мы видим? Обратите внимание на губы. У Татьяны нет макияжа на лице, но губы выглядят нежно-розового цвета, даже без помады. Дальше смотрите цвет кожи. стал немножко ровнее, хотя розовый возможно далеко не ее цвет, но по сравнению с персиковым у Татьяны это более подходящий. И обратите внимание на глаза. Цвет глаз стал более насыщенным, более интенсивным. Реагируют у Татьяны также волосы природные ее. Они становятся более насыщенного темного цвета. для интереса давайте посмотрим на разницу. Справа мы положим холодный розовый, слева персиковый. И посмотрите, как лицо у Татьяны разделилось как бы на две половинки. Разница очень заметна. С этой стороны еще раз повторимся. Цвет губ менее насыщенный, глаза не яркие, цвет кожи как бы сливается. Со стороны холодного оттенка более выразительное лицо у Татьяны. Замечательно. Делаем вывод. Из двух цветов мы выбираем холодный оттенок для Татьяны. теперь мы с вами возьмем следующую пару. У себя дома вы можете делать точно так же, определяя свой теплый или холодный колорит. Теперь мы поменяем. Для начала мы возьмем холодный оттенок и посмотрим, как он будет влиять на внешний вид Татьяны. Обратите внимание на оттенок кожи. на контур лица Татьяны, на цвет губ и на глаза. Посмотрели? Отлично. Теперь меняем. Теперь одеваем холодный теплый оттенок зеленый. Смотрим, что у нас теперь получается. тетяны Обратите внимание на кожу Татьяны. Контур несколько кажется как будто расплывчатым, нечетким. Появляется даже некая такая небольшая припухлость. Цвет глаз ненасыщенный, бледный. и на губы тоже обратите внимание. А теперь мы опять с вами посмотрим на разницу. Зачастую на разницу бывает очень заметно, какой же все-таки наиболее подходящий из двух оттенков для Татьяны. Какое для вас кажется наиболее выигрышным? Обратите внимание лицо опять разделилось на две половинки. С одной стороны лицо выглядит более стильно, более свежо. Это именно со стороны холодного зеленого цвета. Со стороны теплого лицо как бы сливается. Нет четкости и нет ясности. Делаем вывод. Из двух оттенков зеленого теплой и холодной мы выбираем холодный синий зеленый оттенок. Он значительно улучшает внешний вид Татьяны. теперь мы возьмем с вами следующую пару желтые лимонный желтый холодный и теплый желтый оттенком. Прикладываем и смотрим. Если вы работаете с подругой соответственно подруга вам помогает держит у лица ткань и вы вместе смотрите в зеркало и определяете наиболее подходящий. Посмотрите на общий вид Татьяны с желтым теплым оттенком. Что мы видим? Лицо приобретает желтоватый оттенок теплой пигментации и вылезают красные пятна. Посмотрели замечательно. Теперь мы с вами посмотрим как влияет лимонный холодный желтый цвет. Делает ли он лучше внешний вид? Посмотрели. Обратите внимание лицо стало более ровным несколько более свежее хотя на самом деле это не ее цвет. Обратите внимание опять же на оттенок глаз. С данным конкретным цветом по сравнению с теплым кожей кажется более ровной и контур несколько подтянутым. Теперь мы с вами опять посмотрим на разницу. обращаем внимание на те же компоненты. Мы смотрим на оттенок кожи, на насыщенный цвет глаз, светятся глаза, не светятся на губы. При каком оттенке татьяна более гармонично выглядит? В данном конкретном случае безусловно при холодном. желтый теплый цвет портит Татьяну. Делаем вывод опять. У Татьяны преобладают пока что холодные оттенки. И возьмем с вами еще одну пару. Посмотрим как Татьяна среагирует на коричневые оттенки. начнем с теплого. Конечно с цветом окрашенных волос этот оттенок смотрится в общем-то неплохо. Но мы идем от природы. Мы подбираем природный оттенок волос Татьяны самый лучший. Посмотрите меняем местами и подносим холодный. Что мы видим теперь? Все таки при холодном оттенке Татьяна выглядит более выразительно. Лицо не сливается с одеждой и Татьяна выглядит более стильно. Глаза более насыщенного оттенка. Давайте посмотрим тоже на разницу. Поменяем ткани местами. Что вы видите? Обратите внимание на холодный коричневый цвет. Татьяна в нем выглядит более стильно, более достойно. Теплый коричневый цвет ее портит. Теперь мы с вами возьмем последнюю пару в определении теплого и холодного колорита. два насыщенных, два ярких цвета. Посмотрим, как эти оттенки влияют на Татьяну. Обратите внимание, по сравнению с Людмилой этот розовый Татьяне подходит больше. он не выглядит на Татьяне как-то очень ярко, давлеюще. Теперь на разницу мы посмотрим оранжевый теплый цвет. Что этот цвет делает с внешним видом Татьяны. Посмотрите, этот цвет тоже достаточно насыщенный, но Татьяна с этим оттенком выглядит как-то бесцветно. Я бы сказала никак. Он не подчеркивает ее природную красоту. теперь мы с вами посмотрим на разницу и сделаем окончательные выводы. Обратите внимание, насколько подходит Татьяне розовый холодный цвет. Учитывая то, что она без макияжа. этот цвет значительно лучше, нежели теплый оранжевый цвет. Мы делаем вывод. Из всего, что мы посмотрели, Татьяне больше подходит холодная палитра. Теперь мы с вами определим, к какому природному колориту Татьяна относится к зимнему холодному или к летнему холодному колориту. Для этого мы возьмем два оттенка. Один летний и второй зимний. Существует несколько классификаций, как я уже говорила, и поэтому Татьяна у нас не относится к чистому типажу зимнему. она скорее относится к смешанному типажу. Но в данном конкретном случае мы определяем в какую сторону она уходит в зимний тип или в летний. Обратите внимание, что с более светлым оттенком Татьяна выглядит как-то более блекло, не ярко. С насыщенным цветом она выглядит стильно, ярко, потому что Татьяна у нас достаточно яркая женщина. Из двух розовых мы выбираем насыщенный цвет. Татьяне больше подходит насыщенный цвет. Сейчас мы с вами посмотрим еще одну пару холодных цветов. Это два голубых оттенка. Один насыщенный синий. посмотрим на разницу. Обратите внимание, опять же, более бледный оттенок Татьяне менее подходит, нежели более насыщенный цвет. Татьяна с ним выглядит более ярко, более гармонично. Теперь мы с вами поменяем местами. для того, чтобы убедиться в правдивости того, что я вам говорю. Посмотрите, лицо у Татьяны как бы поменялось местами две половинки. С левой стороны насыщенный цвет делает ее более яркой. С правой стороны менее заметной. А сейчас мы посмотрим, как влияет на Татьяну белый и черный оттенки. Обратите внимание, белый оттенок Татьяне не подходит. Почему? Такое впечатление, что она выглядит ее лицо как бы отдельно, а одежда отдельная. А наша задача подобрать такие цвета, при которых люди обращают внимание на вашу гармонию, на ваш внешний вид, на в сравнении с белым, для того, чтобы вы увидели разницу. Вот этот Татьяне оттенок не подходит. Однако в сравнении с белым он выглядит гораздо более эффектно. Теперь мы с вами посмотрим черный цвет. Как он влияет на внешний вид Татьяны. Обратите внимание, при черном цвете у Татьяны очень активно вырисовываются круги под глазами. Контур лица становится нечетким и появляются красные пятнышки. черный цвет Татьяне не подходит. Она выглядит в нем мрачно. Для сравнения мы возьмем с вами серый оттенок и можем еще посмотреть коричневый. Посмотрите с какой стороны с каким оттенком Татьяна выглядит более гармонично. Безусловно со стороны серого оттенка Татьяна больше гармонии во внешнем облике. Черный цвет подавляет. Сейчас мы с вами на разницу посмотрим еще темно-коричневый цвет на Татьяне. Обратите внимание с коричневым все-таки Татьяна выглядит более гармонично нежели с черным цветом. Теперь подводим с вами итог. Татьяна у нас относится к холодному типажу это безусловно. Однако черный белый цвет ей не подходит. Поэтому мы не можем сказать что Татьяна у нас зимний типаж зима. Поэтому Татьяна у нас относится ко второй классификации более расширенной. Она у нас холодный зимний типаж. Но в данном конкретном случае холодному зимнему типажу черный белый цвет не подходит. У Татьяны своя палитра достаточно насыщенная. И цвета ей идут яркие насыщенные как бы активной интенсивности и средней интенсивности как то вот такой розовый как пример и средней интенсивности розовой. Теперь мы с вами будем учиться определять форму и силуэт тела вашего и лица. Будете учиться подчеркивать достоинства и соответственно скрывать недостатки формы своего тела. По сравнению с мужскими фигурами женская фигура более сложная в определении. Поэтому я вам расскажу какие существуют варианты фигур женского тела. Для чего нужно знать форму силуэт тела и лица? Определить для чего это нужно? Для того чтобы соответственно подбирать в одежде форму воротничков играют значение, силуэт рукавов, длина пиджаков, юбок и так далее. Всему этому мы сегодня с вами будем мучиться. Обратите внимание на экран. Перед вами типы форм лиц. Существуют первое округлые формы лиц. Это круглая, овальная, вытянутый овал или продолговатая, грушевидная и сердцевидная форма лица. Второе это угловатые формы лиц. Прямоугольная, квадратная, трапециевидная, треугольная или перевернутый треугольник и ромбовидная форма лица. А также возможны варианты смешанных типов лиц, состоящих из двух фигур. Например, верх прямоугольник, низ полуовал или верх трапеция, низ квадрат. Рекомендуемые варианты для круглых форм лиц. Для круглого лица. для овального лица. Для вытянутой формы лица продолговатого. а также на экране вы видите нерекомендуемые варианты для круглых форм лиц. Следующие это рекомендуемые варианты для грушевидной формы лица. нерекомендуемые нерекомендуемые варианты лица. последнее это рекомендуемые варианты для сердцевидной формы лица. и нерекомендуемые варианта. Теперь рассмотрим рекомендации для прямоугольных угловатых форм лиц. Для квадратного лица. Прямоугольные А теперь вы видите на экране нерекомендуемые варианты для этих форм лиц. Следующее это ромбовидная форма лица. Рекомендуемые варианты. Нерекомендуемые варианты для ромбовидной формы лица. Далее для треугольной формы лица. Рекомендуемые варианты. Нерекомендуемые силуэты для треугольной формы лица. и последнее для треугольной формы лица. И нерекомендуемые варианты. Перед вами условное обозначение основных типов силуэтов женских фигур. Первое. Существует прямой силуэт женской фигуры. Это когда в лице и в теле присутствуют прямые угловатые линии. Чаще это узкие бедра, могут быть широкие плечи, неярко выраженная талия. Лицо имеет резкие черты и может быть прямоугольным, квадратным, треугольным, ромбовидным или трапециевидным по форме. Второе. Это овальный или округлый силуэт. Это когда в лице и в теле присутствуют мягкие линии. Чаще это может быть полная грудь, округлые бедра и выраженная талия. Лицо может быть круглым, овальным, грушевидным, сердцевидным по форме. А также еще существует смешанный силуэт. Это когда присутствуют в лице и теле прямые и округлые линии. Вариант первый. Верх прямые линии, низ округлые. Вариант второй. Верх округлые линии, низ прямые. Для коррекции фигуры помимо форм и силуэтов важно учитывать пропорции вашей фигуры, а также немаловажный выбор рисунка и плотности ткани. Для примера вы видите на экране некоторые рекомендуемые и нерекомендуемые варианты в соответствии силуэты и формы фигуры. Это одежда, сумки и обувь. Первое это рекомендуемые варианты для округлого силуэта. нерекомендуемые это варианты относящиеся группе с прямыми угловатыми линиями. Нерекомендуемые второе это рекомендуемые варианты для прямого силуэта. нерекомендуемые варианты для этой группы это те которые относятся в группе с округлыми мягкими линиями. Следующее это рекомендуемые варианты для смешанного силуэта. Когда верх это прямые остроугольные линии а низ округлые. и второе когда верхние округлые линии и низ прямые остроугольные. и теперь мы с вами приступаем к практической части определение силуэта и формы тела. Конечно лучше всего это проводить вдвоем с подругой потому что вы друг другу поможете таким образом. Определять силуэт и формы тела удобнее со спины. Вы соответственно смотрите из какой фигуры состоит ваше тело. Верхнюю часть до талии и нижнюю часть. В данном конкретном случае у модели Людмилы верхняя часть значит фигура состоит из двух частей. Верхняя часть трапециевидная и нижняя часть ромбовидная. Соответственно мы с вами видим талия у Людмилы чуть-чуть завышена. Эти знания нам пригодятся для коррекции фигуры с помощью одежды. мы сейчас разберем некоторые опасные зоны фигуры у Людмилы. В нижней части фигуры здесь есть опасные зоны. Это самая широкая часть вашего тела. Соответственно вот здесь чуть ниже бедра. Для чего это нужно? Для того, чтобы эту зону мы дальше с вами не подчеркивали в коррекции фигуры с помощью одежды. Для того, чтобы определить силуэт и форму лица, необходимо убрать волосы от лица, зачесать их назад. И дальше вы начинаете рисовать лицо вот таким образом. Обрисовываете контур лица. У Людмилы форма лица приближена к ромбу. То есть некий ромб, причем линии прямые, которые немножко смягчаются. Что такое смягченные линии? По большому счету это закругленная прямая линия, соответственно это прямая линия. Понятно. Значит у Людмилы лицо повторяет нижнюю часть тела, такое бывает. Сейчас вы увидите на экране наиболее подходящие варианты воротников и вырезов для Людмилы конкретно, которые имеют опять же повторюсь прямые и смягченные линии. теперь мы посмотрим с вами на конкретных вещах наиболее подходящие и неподходящие варианты воротников одежды для Людмилы. Вот этот вариант воротника, который вы видите на пиджаке для Людмилы не подходит, потому что он достаточно островат. Он будет противоречить силуэту природному и форму лица у Людмилы. Обратите внимание, насколько линия воротника дисгармонирует с общим силуэтом лица Людмилы. Они для нее достаточно резкие. А теперь мы с вами посмотрим наиболее подходящий вариант воротника для Людмилы. В этой блузке воротник имеет менее резкие формы, нежели у предыдущего. Вот этот силуэт на Людмиле смотрится более гармонично. Теперь мы с вами посмотрим еще неподходящие варианты форм вырезов у кофт для Людмилы. Вот этот вариант выреза у кофточки для Людмилы не подходит. Это силуэт называется лодочка. Он имеет сплошную прямую линию и дисгармонирует с формой лица. Если бы форма была вот таким образом сделана, это был более подходящий вариант. И последний мы сейчас посмотрим еще один вариант подходящего и неподходящего выреза у кофты для Людмилы. Вот этот вариант для нее резковат, потому что имеет сплошные резкие линии. Сейчас я вам покажу, как можно было бы сделать по-другому. В этом варианте линия не идет резко прямо, а несколько смягчается, поэтому такой вырез был более подходящий для Людмилы. А сейчас мы вам покажем еще один наш секрет, как правильно выбирать длину вашей юбки. Это, конечно, лучше тоже сделать с подругой вместе. Перед зеркалом вы выбираете длинную юбку или платье, или берете кусок ткани, одеваете колготы двух разных оттенков, темный и светлый, и берете туфельки. Дальше вы прикладываете спереди платье, юбку или ткань, и начинаете постепенно поднимать, и смотрите, обращайте внимание на ноги. Таким образом вы увидите самые худшие свои длины и самые лучшие свои длины. Итак, мы начинаем. Вот эта длина для Людмилы конкретно достаточно хорошая, то есть в принципе такая длина подходит всем, потому что ноги прикрыты, видна только обувь. Это универсальная длина и идет всем и всегда. Дальше мы смотрим. Данная длина в принципе тоже не противоречит, ноги выглядят достаточно встроенными, ничего такого мы не видим. А вот здесь у нас начинает уже вылезать нехорошая длина. Нога кажется, что в темном, что в светлом, достаточно широкой и непропорциональной. То есть эта длина для Людмилы нехорошая, мы ее брать не будем. Это тоже длина для Людмилы нехорошая. Такое впечатление, что ноги расходятся в разные стороны, кривятся, хотя на самом деле ноги хорошие. И щиколотка выглядит очень тоненькой. как бы в сравнении с ступней щиколотка просто тонюсенькая. Это нехорошая длина для Людмилы, причем при светлом и при темном колготчике. И том, и том оттенке. Едем дальше. Это тоже для Людмилы неподходящая длина. Ноги выглядят очень тонкими, непропорциональными, поэтому мы эту длину выбирать не будем. Так, эта длина для Людмилы тоже неподходящая. Причем в темном колготчике, в темном цвете нога выглядит более, скажем так, кривой, нежели в светлом. Светлый здесь несколько лучше. Поехали дальше. Смотрим. При этом оттенки колгот и при этом оттенки ткани в светлом все-таки нога выглядит более гармонично, более стройной, нежели в темном. Но это опять же далеко не самая лучшая длина Людмилы. вот обратите внимание нога в светлом оттенке все-таки пока доминирует. Она выглядит гораздо лучше, чем в темном. В темном очень широкая икра, часть икры и нога уходит в сторону. Такое впечатление, что две ноги от двух разных женщин. Поехали дальше. Вот эта длина тоже достаточно неплохая для Людмилы, но только в светлом оттенке в темном нога все-таки выглядит достаточно кривой и уходит в сторону. В принципе в светлом для Людмилы это неплохая длина, однако коленочка выдает возраст, поэтому в общем-то лучшее из всего, что мы пока посмотрели была середина коленочки. Я думаю, что мы выбираем середину коленки длину в светлом оттенке колгот. Причем даже если вы меняете при том, что вы меняете оттенок туфель, обуви, оттенок колгот и оттенок юбки, соответственно по-разному будет выглядеть и в вашей длины, то есть длину вы выбираете при данном конкретном цвете юбки, при данном конкретном цвете колгот или чулок и при данном конкретном цвете туфель. Существуют различные варианты форм брюк. Мы сейчас будем смотреть как различные силуэты брюк смотрятся на Людмиле. Вот данный конкретный как бы случай. Брюки зауженные к низу. Вот для Людмилы это неподходящий силуэт брюк, потому что они подчеркивают самую широкую часть. Соответственно такое создается впечатление, что Людмила как бы размер Людмила значительно больше существующего. Именно вот эта зауженная к низу часть брюк создает впечатление как бы широких бедер. Вот. Но скажем так силуэт карманов здесь более-менее подходящий. Если как бы на этих брюках будут дополнительные накладные карманы предположим, то это будет еще более ухудшать внешний вид соответственно нашей модели. То есть делаем вывод, что данный конкретный силуэт брюк для Людмилы не подходит. Помимо этого еще подчеркиваются острые части вот самой широкой части фигуры Людмила вот и как бы выделяется. То есть нету некой такой плавной линии. То есть эти брюки для Людмилы не подходят. Второй вариант силуэта брюк. Они отличаются тем, что нижняя часть несколько более расклешена, не зауженная. Такой силуэт для Людмилы более предпочтительен, так как акцент переносится с бедер на нижнюю часть. То есть здесь такого яркого акцента нету. Соответственно делаем вывод, что зауженные брюки для Людмилы как мы уже говорили не подходят. Более подходит как бы расклешенный силуэт брюк. Либо от колен немножко, либо от бедра. Сейчас мы еще с вами посмотрим вариант как можно фигуру, рост женщины либо укоротить, либо сделать женщину более высокой. Если вы хотите выглядеть более высокой, чтобы ваш рост соответственно был выше, вот в данном конкретном случае у Людмилы достаточно невысокий рост, метр пятьдесят восемь. поэтому мы для того чтобы сделать Людмилы выше брюки одеваем без подворота. Именно подвороты на брюках, на капре укорачивают рост у женщины. Возьмите себе этот момент на заметку. Вот посмотрите для сравнения какая по вашему мнению нога короче правая или левая. понятно что вы видите что с правой стороны нога кажется более длинной то есть рост у Людмилы кажется более высокий нежели с левой стороны. А сейчас мы вам покажем как можно избежать недостатков те которые в фигуре есть соответственно выбрать правильную длину своей кофты рубашки фиджака соответственно как избежать опасной зоны и как подчеркнуть достоинство своей внешности вот в данном случае как я уже говорила у Людмилы вот эта опасная зона которая значительно расширяет фигуру если мы подчеркиваем вот данная кофта как раз находится линия окончания на самой широкой зоне вот для того чтобы увести как бы от нее взгляд и не подчеркивать соответственно не визуально не показывать что Людмила значительно большего размера чем есть на самом деле мы выбираем более подходящую длину кофточки да или пиджака для Людмилы то есть соответственно длина кофта должна быть либо ниже либо выше самой широкой вашей зоны самой опасной зоны вот в данном конкретном случае мы чуть-чуть приподнимаем кофту и на разницу видим с какой стороны у Людмилы более предпочтительно было бы выбрать кофточку да какой длины соответственно аналогично брюкам вы можете выбрать себе также длину рукава если у вас есть необходимость удлинить руку то вы выбираете рукав без манжета если у вас необходимость есть скажем так у вас достаточно длинные руки вы хотите укоротить вы выбираете с контрастным манжетом ну или не с контрастным но именно с манжетом как бы отрезной манжет он визуально укорачивает руку в данном конкретном случае мы взяли контрастный манжет, чтобы вы видели разницу между правой и левой рукой. Конкретно у Людмилы нет необходимости укорачивать руку, поэтому мы выбираем рукав без манжета, удлиненный. И видите, что здесь четко видна разница. Левая рука кажется короче, нежели правая, но это исключительно визуально. А теперь мы еще одну нашу модель посмотрим, определим форму и силуэт тела Татьяны и форму лица. Обратите внимание, у Татьяны фигура тоже состоит из двух как бы частей, из двух фигур. Верхняя часть – это трапеция перевернутая, и нижняя часть – это вытянутый овал. У Татьяны тоже незначительно завышена талия. Дальше мы смотрим форму лица у Татьяны. Форма лица похожа на перевернутая яичка. Сейчас на ваших экранах вы увидите наиболее подходящие силуэты выреза кофточек и формы воротников, конкретно для Татьяны. Обратите внимание, у Татьяны вырез лодочкой, так же как и у нашей предыдущей модели, не подходит по силуэту и форме лица. Сейчас я покажу наиболее подходящий вариант, который подошел бы для нашей модели, для Татьяны. Вот это был бы наиболее подходящий вариант. Он повторяет силуэты формы лица и, соответственно, более гармонично смотрится для Татьяны. Этот вырез для Татьяны наиболее подходящий, потому что он повторяет силуэты формы лица. У Татьяны прямые смягченные линии. В данном конкретном варианте мы видим, что вырез у кофточки имеет прямые смягченные линии. Если бы этот вариант был с более резким силуэтом, для Татьяны это было бы менее предпочтительно. Вот такой резкий силуэт для Татьяны менее предпочтительно. Дополнительная рюшечка вот эта создает большую мягкость для силуэта лица. В данном конкретном случае для Татьяны это наиболее выигрышный вариант силуэта воротника для пиджака. Он подчеркивает линии и силуэт формы лица. А вот этот вариант силуэта воротника для пиджака для Татьяны неподходящий совершенно, потому что он имеет очень резкие линии и создается ощущение дисгармонии. Сейчас мы смотрим подходящие и неподходящие силуэты юбок для Татьяны. Этот силуэт юбки трапециевидный больше подходит для Татьяны. Единственное, в данной модели у Татьяны необходимо удлинить верхнюю часть за счет выпуска кофты, чтобы верхняя часть тела казалась более гармоничной по отношению к нижней части тела, чтобы ноги выглядели длиннее. Вот мы выпускаем кофточку. Соответственно, без кокетки на юбке Татьяна выглядит стройнее, у нее подчеркивается талия. То есть вот такой вариант для Татьяны подходящий. А сейчас мы посмотрим неподходящий силуэт юбки для Татьяны. Обратите внимание, что у Татьяны данный силуэт юбки подчеркивает недостатки фигуры, опасные зоны у Татьяны. А заниженный силуэт создает впечатление, что Татьяна на несколько размеров больше, чем есть на самом деле. Значительно полнее. Подбор юбки производится аналогичным образом, как у предыдущей модели. Как вы видите, максимальная длина, соответственно, подходит абсолютно всем. Теперь мы посмотрим варианты, подходящие для Татьяны длин. Вот середина икры для Татьяны. Подходящая вполне длина для юбочки. И при светлом, и при темном оттенке. Вот эта длина тоже наиболее подходящая для Татьяны. Ноги у Татьяны стройные и красивые. Ну, Татьяна здесь может себе позволить и выше колен юбочки. Ну, в данном случае, чуть выше. Середина и выше. Ну, наверное, максимальная, минимальная длина у Татьяны. Несколько выше колен. Теперь мы посмотрим силуэт брюк для Татьяны. Вот эти брюки достаточно ей подходят. Единственное, что хорошо бы подкоротить длину. По той причине, что брюки кажутся великоваты по длине, длинноваты для Татьяны. Дальше данный конкретный силуэт брюк, как бы по отношению к верхней части тела, кажется несколько завышенным. Поэтому для того, чтобы тело было гармонично, мы выпускаем кофточку немножко, чуть ниже пояса. И, соответственно, верхняя часть тела у нас удлиняется. Сделаем таким образом. Вот. Верхняя часть тела у нас не кажется короткой. Вот таким образом для Татьяны. Больше подходит, соответственно. Силуэт брюк для Татьяны вполне подходящий. А сейчас мы с вами посмотрим просто ужасный силуэт брюк, который Татьяне абсолютно не подходит. Это зауженный силуэт брюк, который Татьяну портит. Создает впечатление, что она значительно большего размера, чем есть на самом деле. Поэтому такой силуэт для Татьяны просто противопоказан. Какие бы ветра и веяния не царили над миром моды во все века, они не смогли унести из нее такую легкую, порой почти невесомую деталь чуть ли не каждого наряда, как знакомый нам всем шейный платок. Яркие и спокойные, будничные и праздничные, по-разному завязанные шейные платки и косынки к лицу абсолютно всем. С помощью платка можно преобразить любой наряд. Если вы решили разнообразить свой гардероб, купив несколько платков и косынок, то вот советы, которые вам помогут. Как минимум два платка должны иметь одинаковый размер и быть сделаны из одного материала. Это позволит вам легче комбинировать их между собой. Наиболее оптимальный размер шейного платка 90 на 90 сантиметров или 70 на 70. Те платки, которые меньше, чем 70 на 70, трудно завязывать на шее, так как они слишком короткие. Их применяют для украшения волос, а также они прекрасно смотрятся, как яркое пятно в кармане пиджака или небрежно приколотые к отвороту жакета. Оптимальный размер шейного шарфа 28 на 135 сантиметров. Короткие шарфы применяются для украшения волос, а более длинные, как пояс. С помощью платка можно подчеркнуть ваш индивидуальный неповторимый стиль. А сейчас я покажу варианты ношения шейных платков для разных стилей одежды. Наша первая модель Людмила. Она творческая личность. Для Людмилы подойдет романтический стиль. Сейчас я покажу несколько вариантов. Берем шейный шарф и складываем его в тонкую полоску. Набрасываем на плечи и завязываем на два узла. Потом концы продеваем в этот узел навстречу друг другу. и аккуратно расправляем бант. Еще один вариант для Людмилы это розочка с жемчужной ниткой. Берем шейный шарф складываем его в полоску и обвиваем ниткой жемчуга. Абе Эмик. Абе Эмик. Абе Эмик. Абе Эмик. Надеваем шарф на шею. Чтобы жемчужная нитка не раскручивалась, продеваем в петли противоположные концы шарфа. Таким образом скрепляем нитку. Концы нитки. Оставшиеся концы шарфа сворачиваем в жгут и заворачиваем их в розочку. Вторая наша модель Татьяна. Она деловая женщина. Для Татьяны подойдут такие варианты. Например, галстук из шарфа. Берем шарф и складываем его в полоску. Надеваем на шею. Один конец у нас короткий, другой более длинный. На коротком конце мы завязываем не тугой узел. Оставшийся свободным длинный конец продеваем в узел. И аккуратно затягиваем и расправляем галстук. В летнее время под пиджак в офис можно сделать оригинальную блузку из большого платка. Берем платок размером 110 на 110 сантиметров. С изнаночной стороны в середине платка завязываем небольшой узел. Выворачиваем платок на лицевую сторону. Два верхних конца платка завязываем на шею. А два нижних на талии. Одеваем пиджак. Складываем шарф в полоску, завязываем посередине узел. и одеваем шарф на шею. Концы завязываем сзади под воротничком рубашки. Аккуратно расправляем узел. Теперь мы приступаем с вами к очередному этапу нашей работы. Это разбор гардероба. Это достаточно интересная часть но с другой стороны для некоторых из вас наверное будет некой болезненной. Потому что придется вам расстаться со своими некоторыми неподходящими вещами. Разбор гардероба начинается после того, как вы посмотрели коррекцию своей фигуры. То есть посмотрели достоинства, недостатки своей фигуры. Определили силуэты, которые вам подходят. Нашли свои лучшие цвета. После этого мы начинаем разбирать свой гардероб. Как правило, гардероб разбирается, делится на три основные части. Первая – это вещи, которые вы не носите достаточно давно, больше полугода. Вы автоматически их отвешиваете, в одну сторону откладываете. Следующая часть – это вещи, которые вам нравятся, которые вы носите постоянно, вы их любите. Вы отвешиваете в сторону. И третья группа – это те вещи, которые вы одеваете иногда и которые тоже, возможно, вам нравятся. Мы с нашими моделями посмотрели коррекцию, и сейчас мы будем разбирать гардероб в контексте тех особенностей, которые мы определили, их внешности, в контексте цвета и в контексте силуэтов фигуры. Следующий этап нашей работы – это формирование гардероба. Это грамотное формирование гардероба. Ваш гардероб, как правило, составляется в контексте вашего образа жизни, в контексте сферы деятельности, возраста. Исходя из этого, вы начинаете составлять капсулу гардероба. Капсула гардероба, весь ваш гардероб, он составляется на… Допустим, мы будем сейчас говорить о составлении гардероба на год. Туда входят три основные момента. Мы составляем гардероб на зимний период, на межсезонье и на летний период времени. У нас будет гардероб для деловой сферы у Татьяны, для работы, для выходных дней. Спортивная капсула будет. Это для того, чтобы Татьяна занималась спортом, так как она у нас посещает фитнес-клуб. И последняя – это капсула для выходных праздничных мероприятий. Сейчас вы на своих экранах увидите приблизительный перечень тех вещей, которые в данном конкретном случае для деловой женщины могут быть приемлемы. Татьяна, какую вы одежду чаще всего одеваете? Вот этот костюм. Куда вы одеваете этот костюмчик? На работу. На работу. Так. А темно-синий? И этот на работу. И этот на работу. Хорошо. Какие вещи из вашего гардероба вы одеваете очень редко? Очень редко, наверное, в эту блузку. Угу. Так. Татьяна, а вот с этим костюмом какую вы блузку чаще всего одеваете? Вообще, какие блузки носите? Такую. Угу. И вот такую. Понятно. Теперь давайте посмотрим. Разберем гардероб нашей Татьяны. Мы с вами посмотрели, выбрали лучшие цвета для Татьяны, да, и помним, что она относится к холодному колориту. Поэтому, соответственно, тот любимый костюмчик, который Татьяна носит, мы его отвешиваем, он не соответствует ее цветовой гамме. И помимо этого, такой костюм не соответствует той должности, которую Татьяна будет занимать в ближайшее время, на которую она назначена. Отвешиваем в сторону. Далее. Вот эта блузка тоже, хотя Татьяна сказала, что она ее редко одевает, но мы ее убираем, потому что она не соответствует опять же цветовой гамме. У Татьяны холодная цветовая гамма. Дальше, что мы еще убираем? Мы убираем вот эту кофточку черную, да, опять же, по цвету. Она у нас не подходит. Смотрим кофточку, которую Татьяна носит с деловым костюмом. Такая кофточка не сочетается с деловым костюмом, тем более на должность финансового директора. Помимо этого, кофточка достаточно с блестками, ее на работу одеть нельзя, поэтому мы ее убираем, и она не соответствует цветовой гамме Татьяны. Значит, что мы оставляем для работы? У Татьяны остается деловой костюм, да, которому нам необходимо будет в магазине подобрать соответствующий топик или рубашку, для того, чтобы она спокойно ходила на работу в офис, и подобрать должны будем обувь. Этот костюм оставляем. Оставляем вот эту рубашечку, которая она сможет носить также под костюм. Розовую рубашечку, которую Татьяна носит с костюмом, на работу носить не рекомендуется, потому что она прозрачная. Мы ее оставим для праздничных, каких-то вечерних мероприятий, вечеринок. Вот эта замечательная юбка по цвету Татьяне подходит, но, к сожалению, она не подходит по силуэту, поэтому мы ее убираем. У нас с вами осталась еще джинсовая курточка, которую Татьяна сможет использовать в выходные дни и отдыхать в ней с друзьями на даче. А также юбочка, подходящая для Татьяны, которую она также сможет одевать в выходные дни. Основная задача у нас была разбора и подбора одежды для новой работы Татьяны, для должности финансового директора. Поэтому мы отобрали из гардероба Татьяны подходящий деловой костюм. Единственное, к нему нужно будет в магазине купить нам, подобрать топик или рубашечку и, соответственно, обувь. А сейчас мы с вами посмотрим, что подходит и не подходит для Людмилы в контексте тех рекомендаций, которые мы ей уже дали. Вот этот пиджачок для Людмилы не подходит, он не соответствует ее цветовой гамме, и этот цвет несколько старит Людмилу. Вот этот комплект мы тоже будем откладывать, потому что такая цветовая гамма далеко не молодит Людмилу. А мы хотим сделать ее творческий образ несколько моложе и стильнее. Мы оставляем вот эту кофточку, она к лицу, Людмиле. Оставляем розовые джинсы, достаточно освежающий цвет и по оттенку для Людмилы подходит. Убираем пиджачок, черный, он по цвету Людмиле не подходит, и по резким линиям. Это не ее фасон. А также мы откладываем вот эти оранжевые штанишки по той причине, что силуэт этих брюк, как мы уже смотрели на коррекции, для Людмилы не подходит. А теперь прежде чем отправиться в магазин за новыми покупками, мы воспользуемся рекомендациями нашего стилиста по подбору причесок и отправляем наших моделей к парикмахеру делать модные стрижки и окрашивания волос. Если вы решили сделать себе совершенно новую прическу, то прежде надо подумать, подойдет она вам или нет. Прическу следует выбирать с учетом формы вашего лица. Удачная прическа должна подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки. Мы сделали фотографии наших моделей, а сейчас подберем для Людмилы и Татьяны новые прически. Сначала для Татьяны. Вот эта прическа, которую вы видите на экране, не подходит Татьяне, потому что у нее нижняя часть лица уже верхней. И вот эта стрижка, у нее основной объем волос сконцентрирован наверху. И это делает Таня на лицу еще более диспропорциональна. Посмотрим следующую прическу. У этой стрижки плоская макушка. Из-за этого Таняна лицо кажется квадратным. А идеальной формой лица является овал. И мы стремимся, чтобы лицо было приближено к овалу. Поэтому эта прическа Тане тоже не подходит. Вот эта стрижка Таня идет. Но мы помним, что Таня занимает у нас должность финансового директора. А эта прическа делает ее слишком мягкой, что нежелательно для этой должности. Поэтому мы подберем для Татьяны прическу построже. Вот эта прическа достаточно экстравагантна, что недопустимо для должности финансового директора. Поэтому мы ее также не берем. Пересмотрев несколько вариантов причесок, мы остановимся вот на этой. Вот эта прическа, видите, корой на ножке. У нее слегка приподнятая макушка. Удлиненные пряди приближают Тане на лицо к овалу. Прическа довольно простая и строгая. Теперь цвет волос. Мы определили, что Татьяне подходят холодные оттенки. Соответственно, вот этот желтоватый теплый цвет ей не идет. И мы подбираем для Татьяны холодный цвет горького шоколада. А теперь подбираем прическу для Людмилы. У Людмилы большой лоб. Поэтому ей не рекомендуются прически без челки с открытым лбом. Вот такие, как эта. У этой прически слишком густая и длинная челка. С такой стрижкой Людмила выглядит старше. И ее лицо кажется хмурым. Поэтому эта прическа Людмиле не подходит. Вот эта прическа слишком пышная для Людмилы. Ее лицо на фоне такой прически кажется очень маленьким. У вот этой прически волосы прилизаны к голове. И такая стрижка вытягивает лицо Людмилы. Что также нежелательно. Исходя из всего вышесказанного, я рекомендую Людмиле вот эту прическу. Здесь волосы средней густоты пострижены слоями. Лоб частично закрыт челкой. Эта прическа очень подходит для творческого образа Людмилы. Людмиле подходят холодные оттенки. Поэтому я подбираю ей светлый пепельный цвет волос. А сейчас мы приступаем с вами к следующему этапу нашей программы. Это шоппинг. Для некоторых женщин шоппинг – это шок, стресс. Для кого-то это терапия. А для нас это любимая работа и приятная забота о вас. Для большинства женщин основная проблема – это полный шкаф, а одеть опять нечего. Почему это происходит? Зачастую вещь покупается вне зависимости от вашего гардероба. Просто она вам понравилась. Это интересный цвет или она вам подходит. Как избежать ненужных покупок? Вот несколько советов. Не ходите никогда в магазин в плохом настроении. Потому что все равно купленные вещи лягут мертвым грузом. Не покупайте вещи большего или меньшего размера, думая о том, что вы через пару недель похудеете или поправитесь. Никогда не покупайте вещи на авось или на всякий случай. Эта вещь ляжет мертвым грузом в вашем гардеробе. Вы ее не будете носить. Руководствуйтесь принципом «лучше-меньше да лучше». Все вещи должны сочетаться в вашем гардеробе. Если вы идете в магазин, берите именно ту сумму денег, которую планируете потратить, для того, чтобы не отвлекаться на неподходящие покупки. Если вы собираетесь покупать брюки или юбку, необходимо взять с собой те туфли или ту овес, в которую вы собираетесь ходить с данной конкретной вещью. Не покупайте вещь без примерки. Обязательно посмотрите, как она на вас сидит, подходит ли вам. Распродажу. Если вы видите надпись о скидках 50, 100, 150 процентов, не поддавайтесь ажиотажу, держите себя в руках. Скорее всего, эти вещи носиться вами не будут. Обращайтесь за помощью консультанта магазина. Но если вы видите, что вещь не ваша и она вам не подходит, твердо скажите «нет». Не покупайте вещей, перегруженных большим количеством деталей. Она будет плохо сочетаться с остальными предметами гардероба. Если вещь вам нравится, подходит по цвету, размеру и хорошо сидит, но вы раздумываете, покупать ее или нет, лучше отложите ее на пару часов, поразмыслите, а позже примите решение. А также вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам. Мы поможем вам сэкономить время, деньги и избежать плохого испорченного настроения. А теперь поговорим, как подготовиться к шоппингу, к самому процессу. Прежде всего, разобрав гардероб, вы составляете список предметов гардероба, которые вы собираетесь покупать в магазине. Далее вы планируете свой бюджет, рассчитываете, сколько вы готовы потратить на ту или иную покупку. После этого составляете маршрут похода по магазинам и неукоснительно следуете этому маршруту. Выбирайте специальный день для шоппинга, накануне хорошенько выспитесь, перед походом в магазин плотно позавтракайте и в отличном настроении отправляйтесь на шоппинг. Удачных вам покупок! Людмила, вы пока присядьте, а мы с Татьяной сейчас выберем. Здравствуйте! У нас вот в Татьяной есть деловой костюм. Нам необходимо подобрать рубашечку, топик, ну и наряд на повседневную носочку для делового гардероба. Помогите нам, пожалуйста. Попробуй. Нам нужно... Я думаю, что если блузка нужна, да, то... Да, рубашечка. Да, вполне. Да. Топик нам нужен еще. Нужен еще. Да. Для костюмчика. Я думаю, что это как бы терманировать. Да, спасибо. Нам брючки нужны еще. И трикотаж. Да. О, отлично. Спасибо. И кофточка под эти брючки, какая-нибудь голубенькая. Угу. Замечательно. А шарфики есть у вас какие-нибудь, платочки? Да, шарфики, платочки, пожалуйста. У меня голубая гардероба. Вот этот голубой, пожалуйста, нам дайте. Да. Замечательно. Все, спасибо большое. Померить. Да, да. Отлично. Татьяна, пойдемте. Здрасте. У нас еще вот Людмиле нужно подобрать что-то для творческого образа. У нас есть джинсы и необходимо...